Итак, это видеозапись прохождения самого первого этапа ВРЦ 2010 Игры якобы ралли, хотя на деле тут от ралли только машины Кстати, это единственное, что в этой игре действительно выглядит хорошо Всё остальное выглядит просто ужасно Если ездить, допустим, в виде, в котором можно видеть, кроме машин, например, трассу Вот, я вот ехал в таком виде Связано это с тем, что в других видах управлять автомобилем вообще невозможно Потому что машина обладает физикой не раллиного болида А утюга, который едет, по-моему, вообще без колёс То есть, пока ты жмёшь на тормоз Обычно раллиный автомобиль несколько теряет в управлении Здесь он полностью его теряет, его вообще просто нет Это раз Во-вторых, вот как вы видите, сейчас меня на трассе носят И тем не менее, машину не бросает Её носит чисто визуально То есть, она сама при этом не меняет никак своего направления движения А вот в виде от первого лица так вообще играть невозможно Полюбуйтесь Вне зависимости от того, какой вид от первого лица используется Трасса выглядит очень размыленно Причём это явно особенность именно этой игры То есть, вот, глаза начинают болеть от того, что трасса впереди выглядит ужасно плохо В сравнении с Дёртом, здесь просто ужасающий вид именно самой трассы При всём при этом управление, например, на виртуальный руль настроить невозможно Поддерживаются только реальные рули, причём очень ограниченных список Связанные с проблемами лицензирования То ли с проблемами вообще как таковыми упрямости рук разработчика Ну, с другой стороны, я вот, например, наблюдаю, как они делают мотоциклетные игры с 2006 года Единственная годная игра, которую они выпустили Это был Superbike Raiding Challenge Игра 2006 года Потом они получили лицензию сначала на SBK Superbike Championship Потом на MotoGP И в обоих случаях они выпускали абсолютно незапоминающиеся, неинтересные игры И вот в 2010 году они добрались и до ралли, пожалуйста Игра про ралли, в которую неинтересно ездить непосредственно в ралли В которой машину носят по трассе, как будто она, ну, реально Вот, видите, пожалуйста Ну, то есть колёса едут отдельно, а машина едет отдельно Вообще, хотя бы в чём здесь связь То есть физика здесь на уровне, я не знаю Очень плохая физика, скажу так, Колин Макрэй ралли 2 Вот там в аркадном режиме такая вот приблизительно физика и была То есть только в аркадном Почему здесь так сделали, что машина имеет лютейшую абсолютно инерцию То есть и непосредственно движение колёс немало связано, непонятно То есть реально тут на самом деле едет не машина, а едет корпус А колёса, они и так для вида Вот почему такое решение было выбрано, непонятно В тренировочных заездах к тому же приходится ездить вообще По лютому, по вселенному такому желобу Знаете, справа и слева буквально меньше метра И, соответственно, машина там умудряется врезаться во всё подряд Но там есть идеальная траектория, то есть индикаторы на трассе Которые подсказывают, когда надо нажимать на газ, когда на тормоз Но В обычной гонке такого нет То есть приходится ехать Или вот с таким видом, или с таким Или смотреть на машину со стороны Ну, то есть издалека Такой вид, к сожалению, невозможно врубить нормальные виды То есть выбора никакого нет Вот с таким видом это единственное возможное управление видом Потому что позволяет окинуть, во-первых, взглядом трассу Чтобы увидеть, насколько далеко вы от границы во всей дорожке Но тут вылазит другая проблема То есть видно, что, собственно, кроме самой трассы Кстати, плоско, как блин По краям, собственно, ничего нет То есть срезать здесь можно только в самых Ну, в определённых разработчикам местах Вот я еду вдоль края трассы, пожалуйста Тут нету плавного перехода между горой и самой дорогой Это очень халтурно сделано То есть с расчётом на то, видимо, что игрок будет нестись И ничего видеть не будет Но, к сожалению, так как вперёд смотреть здесь совершенно невозможно То ты начинаешь То твой взгляд начинает ловить Именно такого рода грехи Ну В общем, я уже и так потратил для этой игры слишком много времени Потому что вот эту вот трассу я прохожу уже, наверное, раз десятый Потому что я надеялся как-то улучшить результат Как-то научиться совладать с физикой Но, поверьте, лучше играть в Toco Race Driver 3 2005 года Кататься в ралли там на Рено Чем вот в это в 2010 году Даже с рулём А уж без руля так и подавно Лучше играть в Toco Race Driver 3 Или Коль Макрорай лидер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok